Привет! 4 к 3 или 16 к 9? Какую курсовую камеру или даже очки выбрать для своего сетапа? И почему лично я выбираю именно 4 к 3 соотношение в камерах? Я Саня, вы на канале Айру, будет интересно, погнали! Чтобы разобраться в этом вопросе, мы с вами вернемся в те времена, когда весь мир был черно-белый, а люди двигались смешно и быстро на экранах первых кинотеатров. А именно в самый конец 19 века, когда только зарождался кинематограф, начинали снимать на 35-мм пленку в те времена и соотношение кадра на этой пленке было 24 мм на 18 мм. То есть соотношение сторон было 4 к 3 или 1,33 к 1. И это соотношение сторон с нами уже больше 120 лет. Потом зародилось вещательное телевидение, всякие аналоговые видеокассеты и все вот это вот. И теперь этот формат перекочевал с нами в аналоговой системы передачи FPV-видео. И мы можем с вами лицезреть картинку 4 к 3, глядя в наши супер навороченные распоследние скайзоны или какие-нибудь там фэтшарки. Но, конечно, даже мониторы для компьютеров соотношением сторон 4 к 3 вымерли уже, наверное, лет 10 как. И их постепенно заменили мониторы соотношением сторон 16 на 9, 16 на 10, намного более широкие. И если вы заглянете в ближайший IMAX, то там вы не увидите экран соотношением сторон 4 к 3. Вот эти вот широкие экраны, которые у нас становятся все шире, 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 это дань кинематографическим форматам и аноморфотным линзам. Я вообще увлекаюсь киноделом и могу об этом разговаривать очень долго, но я не буду вдаваться там в супер эти подробности. Но более вытянутая по ширине соотношение сторон воспринимается более драматично на экране кинотеатра. И поэтому производит большее впечатление, когда вы смотрите киноленту на большом экране, которая занимает все ваше поле зрения. Так как поле зрения наше, оно, ну, у нас же два глаза размещены по сторонам, они один над другим. И поэтому, как бы, картинка вытянутая вширь для нас воспринимается более драматично, чем картинка вытянутая в высоту. Но вы скажете, Саня, что ж ты нам советуешь 4 к 3 камеры покупать? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что любая линза, если она круглая и не аноморфотная, проецирует круглое ровное изображение на матрицу, либо там кинопленку. А уже кинопленка как бы вырезает из этого проецированного кружочка квадратик, там прямоугольник. И чем у нас ближе к квадрату будет форма матрицы нашей условной, да, либо там кадра кинопленки, либо фотопленки, тем больше полезной площади проецируемого изображения мы сможем захватить и увидеть. Соответственно, если у нас кадр пленки или матрица будет узенькая и вытянутая, то мы увидим только часть от общего круга. Если у нас кадр будет приближен как можно больше по форме к квадрату, то мы увидим, соответственно, и больше самого изображения. Так получается, что суть полетов FPV это визуальная навигация. То есть вы смотрите на изображение, воспринимаете его и таким образом, глядя на то, как изменяется картинка, вы можете управлять вашим там самолетом, квадриком, чем угодно. И во время управления вам нужно получить как можно больше информации об окружающем мире, а не получить впечатление, либо там ощущение вот от широкоформатного изображения. И это особенно важно при полетах на квадрике. Многие из вас, кто летает очень агрессивно, ставят очень большой угол камеры. То есть при взлете мы видим там практически только небо и даже не видим линии горизонта. Так вот, более квадратное изображение соотношением сторон 4 к 3 позволяет вам намного больше видеть по вертикали. То есть вы можете больше видеть сверху, снизу. Соответственно, вы можете опустить камеру чуть-чуть пониже и видеть достаточно и вверх, и вниз. При этом при посадке у вас будет достаточно комфортно видна линия горизонта. Вам не надо будет лететь с бешеной скоростью, либо там приземляться, ориентируясь по верхушкам деревьев. Это родное соотношение сторон для аналоговых форматов, которыми мы пользуемся. То есть, конечно же, есть форматы из 16 на 9, в которых используются вытянутые, не квадратные пикселы. То есть изображение как бы, грубо говоря, растягивается вручную. По моему скромному мнению, вы можете быть не согласны написать там в комментариях свое, нам выгоднее видеть побольше картинку сверху и снизу, чтобы нам было комфортнее приземляться, взлетать, ну и вообще ориентироваться в пространстве. Есть маленький нюанс, что не все очки, мониторы и шлемы отображают одинаково картинку. Вы, наверное, замечали, что когда берете очки у друга, либо смотрите там в чей-то монитор, не в свои очки, то немножко у вас как-то там то не помещается OSD, то как-то вот не так оно выглядит. Это все потому, что аналоговый стандарт, он не очень жестко привязан. То есть вы не попиксельно видите картинку и, грубо говоря, у вас там не с первой строчки пикселов вверху начинается картинка. Она может как-то обрезаться, кропаться и это практически произвольно происходит на разных там очках и мониторах. И поэтому намного выгоднее иметь очки, монитор или шлем соотношением сторон 4 к 3, для того, чтобы вы могли туда уместить и 16 на 9, и 4 к 3, ну, чтобы у вас был запас по отображению. У меня до этого были очки соотношением сторон 16 на 9, это вторые скайзоны. И картинка по общему виду примерно такая, как в доминаторах V3, тоже популярных очках от Fat Shark. То есть мониторы там 16 на 9 и я все равно использовал камеры 4 к 3, потому что они дают намного больше обзор по вертикали. Да, картинка в этих очках сплющивается, то есть она чуть-чуть сжимается, и у нас меняется визуальная пропорция объектов. Но если вам не любоваться какими-то там красотками на пляже, то в принципе как бы и пофиг. Если деревья будут на 15% приплюснуты, вы даже это особо и не заметите. В частности, Skyzone делают это очень хорошо, они классно сжимают картинку по вертикали, что практически незаметно вот этих искажений. Ну, если присмотреться, задуматься, туда они и есть, но все же очень летабельно, очень смотрибельно. И вот так вот выглядит одна и та же картинка на разных мониторах и очках. Для начала у нас здесь 3-дюймовый мониторчик Hawk Eye, соотношение сторон монитора 4 к 3, и это прикольный монитор для всяких тестов и проверок на столе. Обращаю ваше внимание, что все изображения я выровнял по ширине, масштаб их будет изменяться только по высоте. Я, естественно, подогнал размер так, чтобы они все выглядели одинаково у нас на экране нашего просмотра. И обратите внимание на то, как отображаются циферки телеметрии вверху, это координаты и вот этот ключик внизу. И также по ширине, ну по ширине плюс-минус все будет одинаково, а вот по высоте они будут различаться. Итак, это 3-дюймовый 4 к 3 Hawk Eye монитор. Дальше у нас опять же 4 к 3 изображение, это Sky Zone 0.4X. И вы видите, да, разрешение, конечно, повыше, поплавнее картинка. И очки здесь в режиме 4 к 3 отображают картинку. И вы видите, что, в принципе, все точно так же выглядит, как и на мониторчике. Может быть, самую чуточку подрезано вот вверху OSD. То есть нолики как бы чуть-чуть не помещаются. Теперь эти же Sky Zone только в режиме 16 к 9. И вы видите, как нолики очень жестко срезало вверху. И, ну, снизу, в принципе, ничего не изменилось. Но вот вверху подрезалось изображение. По ширине оно осталось вроде как визуально точно такое же. И оно как бы немножко сплюснутое. Но на самом деле как бы это не мешает. Соотношение сторон, то, о чем я говорил, летать с таким сплюснутым изображением, реально как бы проблемы нету. Можно летать запросто. Теперь Yamax-овский дешевый шлем. И у меня есть видосик, как мы переделывали, меняли приемник в этом шлеме за 10 баксов. И получили супердальнобойный шлем из этой штуки. Ссылочку оставлю где-то по всплывашке. Обязательно посмотрите, если не видели. Но вы видите, что 16 на 9 здесь. И тоже подрезается вверху OSD. То есть у меня вот эти вот координаты, они не влезают. И это здорово, если хотите скрыть координаты от чужих глаз. Но фигово, если вы хотите как-то их запечатлеть или увидеть и найти модель потерянную. Так что вам придется двигать OSD. И если у вас несколько разных очков или мониторов. Одни 16 на 9, другие 4 к 3. А теперь эталон отображения правильной полной картинки. Это скайзоны 0.2. 0.2х, 0.2c, 0.2v+. И предыдущая версия скайзонов, между прочим, тоже. Потому что мониторы в них во всех одинаковые. И вы видите, что над вот этими ноликами координат есть еще даже немножко места. Если мы сейчас посмотрим на 4 к 3 изображения в скайзонах 0.4x. То мы видим, что над ноликами как бы нету. Вот этот нолики, это самое последнее, что есть. А тут еще даже немножко картинки помещается. Ну и в целом вообще очень прикольная цветопередача. И все. И как бы вообще очень нравятся мониторы во вторых скайзонах. Прям не по деньгам хорошие. И хоть картинка и сплющенная, но вот поверьте, летать не существует проблемы. То есть как бы вы не замечаете разницы. И полетав буквально пол аккумулятора, вы уже поймете, что это нормальная картинка. И это прикольно. И все вы видите. И мне всегда нравилось в скайзонах то, что вы видите абсолютно все, что может передать камера. То есть вот все, что транслирует камера, вы все видите. Ничего не обрезается. Ни по ширине, ни по высоте. Да, картинка сплющивается. Ну 16 на 9 мониторы, что же ты делаешь. Зато полностью помещается вся картинка, максимум информации. Что и нужно как бы для FPV полетов. Вы же летаете не только для того, чтобы любоваться красотами. Ну на аналоге особо не полюбуешься. А для того, чтобы получить визуальную как бы навигацию, ориентироваться на местности. И чем больше картинки вы видите, тем лучше. И давайте глянем сравнение камер. На примере Runcam Eagle 4х3 против 16 к 9. Это уже Runcam снял такой тест. И это прикольная камера тем, что здесь одинаковые практически. Вообще у них характеристики, кроме матриц. То есть одинаковые линзы. У них по ширине угол обзора практически одинаковые. 16 на 9 самую чуточку шире показывает. Но 4х3 показывает намного как бы больше по высоте. И сейчас давайте мы сравним в каком-то месте. Вот здесь вот включим. И посмотрим, что мы тут можем вообще увидеть. И как мы можем это все сравнить. Давайте вот какой-то такой кадр выберем. И давайте по ширине сравним, что у нас есть. Вот какая-то белая штучка тут. И вот какая-то белая штучка. И тут у нас примерно паритет. Вот здесь с этой стороны у нас 4х3 камера показывает чуточку больше. Ну буквально там на пару миллиметров. А вот здесь вот 16 на 9 камера, ну вот так порядочно. Вот столько больше показывает по ширине. Ну где-то там, скажем так, на каких-то там процентов 5-7 шире. Но посмотрите, какая у нас разница по высоте. То есть здесь верхний край мы сравним сейчас, да. То есть практически одно и то же. Ну не практически, а вообще одно и то же. То есть вот какие-то тут элементы. И можно сравнить, что вот верхний край, сейчас кадра абсолютно одинаковый. Но нижний край, тут у нас только лишь вот появилась линия горизонта. А здесь у нас просто тупо треть кадра есть. И у нас намного больше картинки помещается. Намного больше полезной информации помещается. Вот именно в 4 к 3 режиме. Несмотря на то, что 16 на 9 вроде как чуточку шире. Но по высоте нам именно важно. Потому что Quad, к примеру, летит под наклоном. И чем быстрее вы летите, тем сильнее наклон. И чем у вас больше обзора по высоте, тем более агрессивный угол камеры вы можете поставить. И тем в большем диапазоне скоростей вы можете лететь. А если вы используете 16 на 9, это же касается всяких цифровых систем, которые, блин, в 16 на 9 все. Ну, есть режимы, конечно, 4 к 3, но как бы камеры могут быть чисто 16 на 9. И это прям беда. Но вот если вы используете 16 на 9, то у вас мало обзора по высоте. И летая вы, например, будете видеть чисто одни деревья там в верхушке, да, вместо того, чтобы увидеть землю и суметь приземлиться. Давайте еще вот сравним кадр такой. Здесь видно, что по ширине практически одно и то же. То есть вот у нас вот здесь вот есть здание. И вот оно буквально тут вот какой-то кусочек отъедается. Совсем маленький. А вот здесь с этой стороны у нас даже 4 к 3 немножко шире. Возможно, это просто не очень точно выставлены камеры. И по ширине может даже вообще одинаковый обзор. Но смотрите, какая огромная разница по высоте. Здесь у нас вот этот кустик. И он уже все закончился, да, его даже обрезало немножко. А здесь еще вот у нас мы видим землю. Мы можем приземлиться. Мы видим, что под нами. Это крайне-крайне важная штука. Летая на кваде, ну и на самолете тоже. Да, кажется, что 16 на 9 здесь показывают четче картинку. Но на самом деле 4 к 3 в этом примере она просто более сжатая. И, ну, не знаю. Не знаю, какой тут, конечно, PAL или NTSC использовался формат. Ну, вообще, надеюсь, что PAL. И нужно использовать только PAL. И снимать только в PAL. У Аника есть на эту тему отличный видос. Я даже ничего не могу добавить. Просто, я не знаю, оставлю где-то ссылочку. Может, по всплывашке или в описании. 25 кадров в секунду должно быть в вашем снимающем оборудовании. Это, ну, если вы понимаете, то как бы должно все быть 25 кадров в секунду, а не 30. Исходя из этого, я могу порекомендовать вам выбирать камеры именно с нативным разрешением. То есть, с физическим разрешением матрицы 4 к 3. Угол уже подбирать по вкусу. Обзор должен быть по горизонтали. Хотя бы, на мой взгляд, градусов 120. А лучше где-то градусов 135. Чтобы у вас было больше обзора. Более широкоугольная камера позволяет лучше ориентироваться в пространстве, чем телеобъектив, когда вы смотрите в бинокль. И вот для меня 16 на 9 всегда это некое сужение поля зрения. И я вот как бы не вижу всей картинки и некомфортно летать. Напишите свое мнение, что вы думаете о соотношении сторон. Какими камерами вы пользуетесь. Если, может, вы пользуетесь системой DJI FPV, как вам вообще летать 16 на 9. Да, там есть, конечно, 4 к 3 тоже режим. Не забывайте, что есть телеграм-канал. Там больше всякой информации, всякие инсайды. Лайк, подписка, колокольчик. Всех обнимаю. Всем пока.